Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ввиду некоторых моментов и ввиду этических взглядов, я не буду центрироваться на подобных вопросах. Скажу просто, что он касается интимной сферы и определенного негативного опыта в нем. Уважаемая Аса, я обращаюсь к вам и хочу сказать, что, опять же, ввиду этических соображений, я постараюсь ответить максимально не конкретно, чтобы не создавать неловкую ситуацию вам и чтобы при этом вы получили некое представление о своей проблеме. Ну, во-первых, мы говорим здесь о травме. Мы говорим здесь о травме. Мы говорим здесь о стыде. Мы говорим здесь о вине. Мы говорим здесь о самопичевании. Мы говорим здесь об обесценивании своих желаний. Мы говорим здесь о подавлении своих желаний и своего поведения. С одной стороны, мы говорим здесь о заниженной сумма оценке, мы говорим здесь о недоверии себе, мы говорим здесь об определенных ценностях ваших, в рамках которых вы выбираете людей, с кем вам общаться и взаимодействовать. Мы говорим здесь о значении для вас тех или иных сфер отношений, в том числе интимной сферы. Вот. И, соответственно, все это, весь этот, как бы, набор проблематик, набор факторов нужно исследовать, прорабатывать, что-то проживать, что-то корректировать, что-то исследовать. Есть ощущение, что вы к себе, вы сами к себе, есть такое ощущение, довольно невнимательное. Есть ощущение, что вы к себе не доверяете, есть ощущение не того, о чем вы говорите, о чем вы пишете, а есть ощущение, что вы, что вам присуща жертвенность, а жертвенность присуща людям, которые не берут на себя личную ответственность за то, что с ними происходит в жизни. Нет, это не касается травмирующих факторов. Травмирующие факторы – это следствие, это результат. Но само поведение началось задолго до того, как вы столкнулись с травмой. Понимаете? Потому что поведению необходимо развиться. Поведению необходимо стать привычным. Поведению необходимо стать неосознанным. То есть вы на автомате сделали какие-то действия. И никто не исключает случайности, никто не исключает, ну, действительно, безысходных ситуаций. Поэтому вот этот деликатный момент, когда, с одной стороны, мы говорим человеку о том, что это не его ответственности, что он здесь ни при чем. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что было бы легче, и, возможно, этой ситуации бы не было, если бы вы не были бы жертвы и не пытались за счет другого человека что-то компенсировать. Вот. Ну, и, соответственно, тем самым, как бы, став уязвимой и так далее. Да, с одной стороны. С другой стороны, значение, а точнее, значимость той или иной сферы делает взаимодействие в этой сфере также более значимым. И не всегда это имеет место быть. Не всегда это оправданно. Не всегда. Да. Вот. Совсем не всегда. Да? То есть, понимаете, ну, вот, можно привести такой пример с едой. Да? Вот. Человек очень много работает. Очень много устает. Очень сильно устает. И много помогает, допустим, своим близким. Да? Вот. Вот. И человек постоянно занят. У человека много дел. Но при этом у него есть одна особенность. По ночам он много ест. По вечерам ножа много ест. У него просыпается жутко голод, он ест. У него нет расстройства пищевого поведения, на всякий случай, скажу сразу. То есть, человек получает удовольствие, ест, кайфует, все хорошо. Просто вес набирает. Вот. Да, не расстройство пищевого поведения. Но потом, потом, случается так, что у него не остается еды. Ну, вот, по какой-то причине, да, там, внезапно еду все пришлось оббать, или был настолько занят, что не успел купить, а круглосуточного магазина нет. Ну, остался без еды человек, да. Так бывает. Не от голода. То есть, как бы, от голода никто не умирает. Но, в данный конкретный момент, человек остался без еды. И, казалось бы, ну, остался и остался. Нет, нет, ничего страшного, да, в том, чтобы поголодать немножко, да, например. Или вообще не поесть вечером, или ночью. Но, у человека, у человека появляется тревога. У человека появляется страх. У человека появляется злость. У человека появляется обида. Человек срывается на своих близких, хотя до этого никогда не повышал голову. Понимаете? Вот это пример того, как определенная сфера начинает заражать другие сферы взаимодействия. Это же зона касается и того, о чем пишете вы. В принципе. Вот. Повторюсь, из этических соображений я не буду раскрывать детали. Но, хочу просто, чтобы вы об этом, обо всем подумали. И, значит, вот, отвечая на ваш вопрос, что мне делать в этой ситуации, мне это мешает жить. Ну, самый лучший способ начать, самый лучший вариант это начать работу с психологом. Вот. То есть заняться психотерапией. Да? Ну вот. Не медикаментозной. Не медикаментозной. Не медикаментозной. Без медикамента. Потому что вы не психически больны. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вы большая молодец, что обратились к проблеме. Мне сделали первый шаг. Следующим шагом станет выбор специалиста и начало именно вот индивидуальной такой последовательной работы. Буду за всем удачи, чтобы посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!